В Твери начинается восстановление Спасо-Преображенского кафедрального собора. Древняя святыня, с которой связаны многие исторические события, была взорвана 4 апреля 1935 года. А в этом году, спустя ровно 77 лет, благодаря эффективной работе правительства Тверской области, в короткий срок был получен документ, дающий право на начало проектно-строительных работ. По этому случаю в Тверском епархиальном управлении прошло заседание попечительского совета. Подробности в материале информационной службы Метрополии. Когда речь заходит о древней Тверской святыне, Спасо-Преображенском кафедральном соборе, которому в этом году исполнилось бы 727 лет, трудно говорить без эмоций. Тем более, что в рекордно короткие сроки, буквально за один день, Росреестр зарегистрировал права на исторический земельный участок. На этой земле храм простоял 650 лет. Главная задача Спасо-Преображенский собор должен быть восстановлен в облике, максимально приближенном к историческому. И у нас для этого есть все возможности. У нас сохранились фотографии, чертежи, обмеры храма, части гон. В Московском музее архитектуры хранятся вода нашего собора. Главное везде – эту работу максимально отчасти. Соборная площадь, на которой располагался храм – это часть территории древнего Тверского Кремля, который не сохранился до нашего времени. Кремль был сердцем сильного Тверского княжества. В его пределах созидалась русская национальная политика рубежа XIII-XIV веков. Стены Старого собора слышали разноязыковый умолв иноземных послов и горячие молитвы русских князей об избавлении от Ордынского ига. Поэтому Спасо-Преображенский собор – это не просто храм, но символ духовного единения и национальной сплоченности. Самое важное, жители Твери и области должны понимать, что мы не просто восстанавливаем разрушенное глубокое богопорчество здание, мы возвращаем к обществу наши традиционные ценности, без которых невозможно ставить успешное развитие всей нашей области, всего нашего региона и Российской области. Сменявшие друг друга столетия, идеологически мало чем отличались один от другого. Но XX век принес с собой Октябрьский переворот XVII и господствовавший на протяжении 70 лет государственный атеизм. Спасо-Преображенский собор не вписался в новое реалии жизни советского общества. Его, как и сотни других храмов, просто взорвали. На месте разрушенного собора появился городской сквер и памятник Михаилу Ивановичу Калинину, имя которого долгие годы носила Тверь. Теперь памятник решено перенести. Для старшего поколения это важный символ. И восстанавливая историческую справедливость, когда мы говорим о восстановлении храма, мы должны уважать чувства наших людей. И новое место для памятника очень хочу нас нацелить на это. Мы должны подбирать с учетом мнения специалистов и общественности. У нас для этого есть еще время. Предполагается, что памятник Михаилу Ивановичу Калинину покинет соборную площадь в июле. Но уже до этого события должны начаться археологические раскопки. Они продлятся до конца сентября, а в октябре на строительную площадку придет техника и начнется закладка фундамента храма. Хочу сегодня предложить нам, пока мы собрались, зафиксировать, может быть, дату начала археичных раскопок. Потому что начать нужно обязательно не позднее, чем в середине мая. Там важнейший класс, я думаю, Александр Николаевич Кокосов, меня поддержит. Археологи за каждой там комочной земли будут нас трясти, если мы что-то там делаем не так. Помимо того, в собор идут усыпальницы, и было более 30 похоронных человек, это тверские князья, тверские епископы. Вполне вероятно, мы найдем их останки. И мы предусмотрели их цокрином монтаже, в подадимых пределах, предусмотрели усыпальницу, с тем, что кого мы найдем, корточкой все найдем, что-то там же их захоронить. Работа по возрождению собора, тянувшейся не один десяток лет, всего за несколько последних месяцев перешла в практическое русло. Главное теперь выдержать сроки археологических раскопок. А желающие пожертвовать весь кирпич и бетон, необходимы для строительства, а также сделать храмовые кресты, в Твери уже есть. Информационная служба Тверской метрополии специально для телеканала «Союз». Продолжение следует... Продолжение следует...